Я очень долго работала в крупном бизнесе, я попала впервые в Индии и начала практиковать йогу, медитации, различные энергопрактики. Надо делать все быстро, прямо сейчас. Неужели я вот приехала в этот город с такими мечтами, надеждами для того, чтобы спать на лавке, вот с этим кромжами? До момента первого вебинара прошло две недели, вот за декабрь 800 тысяч рублей. Мария долгое время работала в крупной компании и воспринимала себя как бизнес-леди. Но при этом ей нравилось заниматься йогой, она много путешествовала, ездила вместо силы. Но никогда не воспринимала йогу как свое предназначение. В августе 2018 года она пришла учиться в акселератор. И именно тут, на уроке про предназначение и про выбор ниши, она поняла, что всю жизнь она занималась не тем. И ее истинная миссия — это работа с человеческой энергией через медитации и практики. Сейчас Мария Котлерова, вице-президент сообщества Тони Робинс в России, автор уникальной методики дыхания жизни и автор собственной онлайн-школы «Энергия жизни». Как она нашла свое предназначение и как на это повлиял акселератор, смотрите в этом интервью. Привет, друзья! Идет третий день конференции по онлайн-образованию в Сочи. И у нас тут просто плещет энергия жизни. Именно так называется школа нашей участницы интервью. Это Мария Котлерова. У нее очень много регалий. Во-первых, она вице-президент сообщества Тони Робинса в России. Во-вторых, у нее есть собственная уникальная методика дыхательная, которая называется «Дыхание жизни». И в-третьих, совсем недавно, в этом декабре, она запустила свою собственную онлайн-школу, в которой она выступает в качестве эксперта. И школа как раз называется «Энергия жизни». Всем добрый день! Здравствуйте! Мария, я хочу спросить в первую очередь, как ты нашла свое предназначение? Как ты поняла, что ты эксперт? Я знаю, что у тебя история была довольно сложная, что ты начала бизнес. Да, это был достаточно долгий путь, и как многие, наверное, ищут, 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 что же, зачем я здесь, отвечают на этот вопрос себе. Я очень долго работала в крупном бизнесе, я занималась маркетингом масштаба всей России, заключала сделки с международными брендами достаточно крупными. Это номер один ритейлер электронной бытовой техники. И я была настолько срочена с этой ролью, что я успешный предприниматель и бизнесмен, что я не обращала внимания на свое влечение, хобби. Просто оно у меня так фоном шло, просто как такая отдушина. С 2007 года я попала впервые в Индию и начала практиковать йогу, медитации, различные энергопрактики. И все, что было вот на этом, как сейчас называют, эзотерическом рынке, я перепробовала. Все техники, практики, вот все на себе. Сидела в ретритах, жила во шрамах, общалась с гуру. И когда возвращалась в свой обычный мир, опять становилась бизнес-леди. Но техники, которые я там брала, использовала, успешно применяла для материализации того, что мне нужно в жизни. Я приехала в 2004 году в Москву с маленьким чемоданом вещей, у меня ничего не было, я никого там не знала. И у меня не было опыта работы, я пошла искать работу, чтобы как-то на что-то там жить. И я жила в общежитии. И мне всегда, мне все говорили, у вас нет прописки, у вас нет опыта работы, мы не можем вас взять. И я вот как-то вот ходила, ходила по всем этим дверям. И общежитие закрывалось в один момент, в 11. Если ты не успевал прийти, ты оставался на улице. У меня вот этот момент произошел, как я осталась на улице. Я просто думаю, боже, куда мне идти, я никого здесь не знаю. У меня такой коллапс был, думаю, неужели я вот приехала в этот город с такими мечтами, надеждами для того, чтобы спать на лавке вот с этими бомжами там в парке. Я пришла и начала все изучать, все читать, как мне материализовать жизнь, о которой я мечтаю. Чтобы в ней было все вот так, как я хочу. Эй, ты смотришь это видео и тоже думаешь, как бы тебе стать продюсером или экспертом онлайн-школы? Надо лишь сделать один шаг. Проходи по ссылке в описании к этому видео и регистрируйся на бесплатный вебинар. Как открыть свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта. Я начала вот постепенно вот эти техники применять, нашла работу первую, очень неплохую. Какая была работа? Первую меня взяли ассистентом-переводчиком, мне помогло то, что я английский язык изучала, в нефтяную компанию, которая владела заводом по производству нефтедобывающего оборудования, буровых установок. И я, у них как раз проект был с канадскими поставщиками, я помогала им переводить документацию по проекту, вести этот проект как переводчик. Вот, то есть мне повезло, у меня сразу была очень хорошая зарплата, но это благодаря вот тому, что я начала применять уже тогда маленькие техники. Как только я получила свои первые деньги, я сразу же летела в Индию. В 2007 году это случилось, и я начала с жадностью это все изучать и поглощать. Но, когда я пришла учиться в акселератор, конечно же, моя первая роль успешной бизнес-леди была на первом месте. И я сразу же себе сказала, когда вдохновилась эта идея, когда Сергей Капустин мне говорит, иди учиться, давай, мы с ним познакомились на регате. Всех расселяли по интересам. Кого-то там, кто пьет виски и танцует до ночи на одну лодку весельчаков. А вегетарианцев, как странных людей, садили на другую лодку. Вегетарианцы не пьют виски. Да, я не пью алкоголь. Да, мы не пили алкоголь, наша лодка закупалась просто фруктами такими. Я покупала это, кстати, Сережа Капустин, все привозил, все снабжал нашу лодку. И мы там занимались какими-то практиками, вели очень глубокие разговоры. Мы сели вечером где-то посреди этого моря, закат, красота. Наша команда лодочная села, и он начал задавать вопросы, какие-то очень глубокие вопросы. «А о чем ты сейчас мечтаешь в жизни? А ты получаешь удовольствие?» Ему были интересны какие-то такие вещи, и каждый отвечал. И наш разговор перешел в такую глубокую тему, когда каждый немножко обнажил душу. И мы вот как-то так вот даже сравнились, общались, как самая-самая такая дружная команда на регате. И он, конечно же, нам всем дал, как мы поняли потом, что это называется лид-магнит. Он нам дал всем лид-магнит и сказал, так, я вас в чат, я вам дам подарок. Мы такие, подарок, что за подарок? Хотим подарки, любим подарки. Он дал нам вот эти подарки, модуль-фундамент, где можно было пройти ускоренный курс годовой программы. Это был 2017 год, я пришла на третий поток, 2017 год, в августе, я еще помню. И я начала, я как перфекционистка, такая прилежная ученица, начала проходить этот фундамент. И там началась такая история, что там, откройте быстро ИП, надо делать все быстро, прямо сейчас зарегистрируйте ИП, пойдите в налоговую. А я работаю целый день в крупном бизнесе, у меня там свои дела, я вечером прохожу этот фундамент. Бегите быстрее, у меня прописка в другом городе. У меня такое какое-то ограничивающее убеждение, блин, это как-то так сложновато все, я не хочу заниматься этой бухгалтерией, этими налогами, сейчас как-то продаю тут курсов на большие суммы, что мне с этим делать. И я вот как-то, знаешь, у меня пыл немножко снизился, снизился, снизился. Я дошла, но я купила, конечно же, годовую программу, потому что я была вдохновлена, естественно, и Сергеями, его идеями, концепциями. И то, что есть такая возможность открыть свой бизнес, как-то мне это очень сильно откликнуло. Запускать онлайн-бизнес – это волнительно и немного страшно, и мы прекрасно об этом знаем. На этот случай у нас есть бесплатная получасовая консультация с экспертом от Акселератора. Вы можете пройти по ссылке в описании к этому видео, зарегистрироваться и получить обратный звонок от нашего эксперта. И я вот выпала на полгода из Акселя, я не училась, я там что-то, я вот искала эту все-таки нишу свою. И потом, когда случилась конференция в Акселераторе, я посещала все конференции. Конференция в Алуште? Было на Бали, было сейчас в Сочи. И я ходила на какие-то вот мероприятия, которые уфлайн Акселератор делал. Я всегда общалась вот в этом окружении, в этой среде, которую Аксель создавала. Всех спрашивала, как у вас, а как у вас. Ну, то есть у меня многие уже ребята знали, что есть такая девочка. И вот я приехала туда и написала, ребята, я еду, я готова вести для вас практики, кто хочет. Так, я для вас медитацию вместе силы храм солнца проведу. А я очень люблю Крым, я там постоянно по местам силы тоже раньше ездила. Вот, и дыхательные практики, буду для вас с утра, кто хочет, берите коврики. И я туда просто приехала, это не было заявлено в программе конференции, я просто провела такую инициативу и начала заниматься. В результате оказалось, была заявлена бег с Дмитрием Юрченко, а я просто бассейн и йогу вела. И так потихонечку на йогу стала ходить больше, чем на бег. То есть я... Перевонила, и у Димы перевонила, получается. Да, то есть уже весь там перед бассейном, все в людях, у никого нет коврики, и они тащат эти ковры из кальянной. Первый шаг, который я сделала просто, потому что бы начать нести уже то, что мне нравится для большого количества аудитории, он мне впоследствии принес мой следующий шаг в создании моего проекта. И мне приходит смс. Мария, я делала школу по йоге, у меня слетел эксперт, давайте встретимся. И я говорю, приезжай, приезжай, приезжает красивый, молодой. Мужчина. Продюсер. Мужчина или женщина? Мужчина. Открывает дверь, а он с фруктами заходит. Вот видишь, как ты хотела. Говорит, давай делать курс для женщин. У меня по астрологии посмотрела, и вот я на этой нише заработаю много денег. Говорю, ну, я вообще-то, ну, для всех в дыхательной практике, а у меня как раз в Алуште было много кейсов, что пришел вот Юра Белов, наш резидент, заниматься, а он боксом занимается. И он впервые попробовал со мной йогу. И он настолько там, у него столько переосознаний произошло внутри, что он после похудел на 10 килограмм, он осознал, что насколько он не гибкий. И он мне потом писал, ну, говорит, супер. Говорит, это прям ты запустила какой-то процесс на энергетическом уровне. Вот. То есть ты трансформируешь людей, прям чувствуешь, да, как тебе приходится? А у меня есть инициация от Гуру для работы с энергиями людей. Вот. Поэтому я это делаю уже таком, с благословения высших сил. Расскажи про дыхание жизни, про вот эту методику, которую ты разработала. На самом деле все уже разработано до нас. Все, что придумано, новые методики, они давно существуют в йоге. Я просто очень долго и много это изучала, и я поняла, что есть определенные последовательности. Если заменить твои ожидания на благодарность, твоей жизни сменится от одной практики. И я просто думаю, блин, она такая классная, дай-ка я начну ее в инстаграме делать. У меня в инстаграме было тогда немного подписчиков, наверное, человек 700. И я... А практика выглядит вот так. Я сажусь, начинаю в инстаграме дышать. А меня тогда смотрели мои коллеги. Прямую трансляцию. Да, прямую трансляцию начинаете. Да-да-да. И я такая, а теперь закройте ваши глаза, начните слушать пространство. Меня смотрело там 3-4, я не помню, 10 или 15 человек. Из них половина моих коллег заходили проверить, не сошла ли я с ума. Там, да, все ли у меня хорошо. Вообще можно мне доверять контракты и переговоры с поставщиками? Или уже все, надо списывать. Они уже начали подозревать, да, что что-то не так. Вот, это я к вопросу о том, что нам не нужно ничего для того, чтобы начать, для того, чтобы это переросло во что-то большое. Вот, можно просто взять Инстаграм, включить прямую трансляцию, начать делать то, что вы любите, то, что сработало у вас. Дыхание – это же такой естественный процесс, который как будто бы с нами всегда есть. Как кровь как-то движется там по клеточкам, мы же не задумываемся о том, как она перемещает все эти питательные вещества и позволяет нам функционировать. Но, есть одно но. процесс дыхания, если кровь мы не можем никак ускорить, да, мы не повлиять на дыхание, можем. Он саморегулируем. Это огромный ключ, это огромный инструмент, это волшебство. Если мы начинаем им управлять, мы постепенно начинаем управлять в жизнь. Я приключаю сюда еще медитативные техники, вот, методики, которые я тоже передаю. Получается просто бомба. Вот. И поэтому я уже не помню, с какого вопроса я начала, куда мы шли, да. Скажи про запуск онлайн-школы, про то, вот как ты вышла в онлайн. Я поняла, что все началось вот с этих вот, с такой победы над собой, когда, несмотря на то, что 10 человек тебя смотрят, ты все равно продолжаешь. Главное, уверенность, правильно, что ты была уверена, что делаешь все правильно. Что, пускай сейчас пришли 5-10, но надо продолжать, надо эту стену как бы бить, и в конце концов, много людей придет к тебе, и ты сможешь сформировать их жизнь. Да. Это очень важный момент. И расскажи про запуск, вот про твое сотрудничество с этим продюсером, с этим мужчиной с руками. С этим мужчиной с руками. Он сказал, давайте делать женскую школу. И у меня, я пошла рожать женские курсы, он у меня что-то не шел. Как-то вот, ну, что-то думал, ну, как-то дыхание, оно же для всех. Да, почему должны только женщинами ограничиваться? И пока я его там рожала, мой продюсер уже устроился в продюсерский центр, и мы надавали кучу проектов, ему просто некогда было мной заниматься. А я на него уже начала давить, я хотела улетать там в Паун-Бич к Тони Робинсу в декабре, я до декабря уже хотела что-то запустить точно. И я говорю, давай, давай, он говорит, не могу, нет времени, давай я найду себе замену. И он нашел себе замену, познакомил меня с девушкой прекрасной, мы встретились, и с момента нашего знакомства вот с моим продюсером вторым до момента первого вебинара прошло две недели. То есть мы сделали такой самый быстрый запуск в акселераторе, получается, вот мы познакомились и сразу сделали. Почему такая магия произошла? Почему? Вот ребят, кто не верит, что можно сделать школу быстро, это возможно. Мой пример показывает, что мы сделали за две недели. Я ждала до этого там свои процессы осознания, пересознания, да, они тянулись, но это были другие процессы, они не были связаны с процессами запуска школы. А запуститься можно за две недели. У меня была уже готова аудитория в Инстаграм, я занималась Инстаграм потихонечку, там у меня уже было на тот момент 11 тысяч подписчиков. Я вела там где-то эти практики, техники, ко мне постоянно приходила аудитория, чего-то ждала. А у продюсера была школа, которая, ну, не приносила ей денег, она на ней как бы тренировалась, но у нее уже была вот эта инфраструктура, подключена там эти... ИП, вот это вот то, с чего я боялась, да, 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 то, что я должна буду этим заниматься. А у нее все это было уже подключено, там вот этот вот плательщик на сайт, куда деньги сдавать людям, да. Мы быстро сделали несколько лендингов. Я сделала в сторис анонс, что я приглашаю всех на бесплатный мастер-класс по дыханию, и мы сделали вебинар. Я думаю, окей, почему бы не попробовать? Всегда же нужно выходить из зоны своего комфорта. Ну, окей, там посмеются надо мной, там, сто человек, которые пришли на вебинар, ну, не купят ничего. Окей, я там перед вебинаром дыхательную технику, там все продышалась, энергия такая, все. И схема была, автоворонка была очень простая. Я в своих сторис вывесила приглашение на бесплатный мастер-класс по дыханию, они регистрироваться должны были на простой форме, вводили свои данные, и мы делали вебинар в Бизоне, вот, через Google Hangouts, для того, чтобы у нас потом там все осталось, для анализа, вся аналитика, все комментарии, и так далее. Все, мы насобирали там, что-то там, не помню, сколько нарегистрировалось людей, по-моему, 400 человек прошли регистрацию, на вебинар пришли, по-моему, человек 200, вот, и мы сидели, я села, начала там что-то вещать, про то, про свой путь, как вот это все прошло у меня, как я к этому пришла, вот, и люди как начали покупать. Прямо сколько купили? Они как начали, вот просто на этой искренности, на том, что я сама была так этим вдохновлена, вот тем, что я начала передавать людям, у них начало получаться, и вот люди как стали покупать, прямо на вебинаре. Мы придумали 4 пакета, как говорится, на профессиональном языке, так мы называем это для людей, программами участия. Я предложила продюсеру, у меня просто девочка была, которая хотела, чтобы я стала ее ментором, я говорю, а на какую тему хочешь, чтобы я тебя менторила? Она говорит, вот я психолог, вот я магистр психологии, вот тоже энергопрактиками занимаюсь, хочу, чтобы ты меня на эту тему. Я говорю, приходи ко мне в проект. То есть, по сути, у нас, ну, такой бесплатный ресурс появился, коуч, и я говорю, давай вот сделаем, чтобы еще средний, у нас был рычаг повышать средний чек, еще сделаем пакет с коучем, и стандартный, вот этот золотой унитаз, как говорят, да, чтобы его никто не покупал, сделали со мной, очень дорогой пакет, со мной лично 120 тысяч, вот, с коучем 38. И мы делали спецоффер на вебинаре, минус 30, и тогда я еще просто не знала, что я продаю, какое наполнение, мы просто вот придумали вот саму концепцию, а что будет на курсе, я не знала, и поэтому многие напокупали самый базовый пакет, потому что просто хотели со мной позаниматься. И многие купили энергию, и что меня очень сильно вдохновило, потому что золотой унитаз мы ставили, просто чтобы всех сфокусировать на продаже пакетов medium, вот этих, и купила женщина, золотой унитаз, да, со мной лично, что для меня еще раз такое подтверждение пришло, что моя аудитория очень качественная, она меня очень любит, они готовы платить любые деньги, чтобы со мной лично заниматься, просто не у всех они есть такие большие, и вот топ-менеджер Сбербанка ко мне на индивидуальную программу пришла, занималась, и я еще так порадовалась, что вот в подписчиках есть такие люди, потому что я сама еще свою аудиторию не знала, не анализировала, как раз вот мы сделали результат, мы сделали прямо на вебинаре на 200 тысяч, напродавали, потом обзвонили все заявки, и у нас был результат, вот за декабрь 800 тысяч рублей на запуск. Можно просто попробовать, и даже если вы не используете все возможности ваших ресурсов, как в нашем случае произошло, что мы могли, ну, очевидно, там в два раза больше сделать, если бы мы были, но все равно, как бы мы потренировались, и мы смогли, мы получили результат. Если я собираю вебинар, то, конечно же, там уже теплая аудитория, и все хорошо. Если работать с холодной аудиторией, то вот у нас наш кейс с продюсером такой, не очень удачный на холодную аудиторию, то есть когда мы уже сделали следующие вебинары, то есть мы вот в декабре провели вебинар, в январе и феврале, то есть у нас такие три, и вот в феврале, когда мы провели в январе вебинар, уже там на 50 холодной аудитории, у нас результат был, ну, там всего лишь 120 тысяч. Ну, из-за того, что мы сильно не вкладывались в трафик, это еще окей, норм. Но когда мы в феврале записали автовебинар и запустили автовебинарную воронку, тогда мы сделали уже тоже опять 120 на вот этом холодном трафике, но из них уже было потрачено на трафик 50 тысяч, 20 тысяч на настройку забрал себе продюсер. То есть 70 тысяч, у нас получилось по 20 тысяч, это было так не очень водушевляюще, да, и как бы я понимаю, что нам нужно было достраивать воронку, делать там цепочки, утеплять вначале, ну, слишком грубый секс, как выражается Дима Юрченко. Понятное дело, что все те, кто со мной уже знаком, они сразу же покупают, там, да, кто-то покупает, кто-то думает, кто-то еще что-то, конверсия очень высокая. А когда приходят люди холодные, их нужно со мной познакомить, нужно сделать так воронку, чтобы они со мной попрактиковали, потому что когда они со мной попрактикуют, они не могут уже дальше отказаться. И вот это мы не смогли сделать. Действительно, уже такие команды нужны, чтобы делать большие суммы, потому что вот сделать результат на теплом трафике можно, если есть почва у эксперта, есть почва у продюсера, оба встретились, такая химия произошла, произошло волшебство. Но чтобы это волшебство повторять, здесь нужна уже такая рука мастера, нужно выстраивать действительно стабильную систему, потому что мне нравится, как Сережа говорит, что нет никаких проблем. Вот там просто есть небольшие знания, которые нужно овладеть и их соединить в цепочке. Просто вот эту систему соединить, простроить. Как мы здесь утепляем трафик, какой контент мы даем. И выстроить экосистему вокруг эксперта, чтобы когда люди забивали, я просто сейчас проверила, сколько поисковых запросов энергии жизни Марии Котлеровой стали появляться такие поисковые запросы. А в Яндексе, например, во мне нет еще в поисковиках информации, потому что у меня из активов был только Инстаграм. И сейчас это абсолютно такие простые последовательные действия. Нужно сделать личным брендом, позаниматься, грубо говоря, чтобы статейки там какие-то висели, в Ютьюбе какие-то видео были. Стратегия должна быть, эффективная стратегия развития таких проектов, она строится вокруг вот этих трех китов. Связка, да, должна быть классная воронка, да, она должна классно работать, да, там должен быть отдел продаж, который будет все дожимать, но все-таки говорить, что нам не нужен личный бренд, нам не нужен Инстаграм, или нам не нужно ничего вокруг эксперта там развивать. Это не вин-то вин-стратегия, она не в долгую. То есть, да, это стратегия, когда мы просто отжимаем то, что было у эксперта, текущий его трафик, и дальше не даем дальше движения какого-то теплого, быстрого и так далее. Маш, в каждом видео с резидентами-акселератором мы дарим нашим резидентам подарок всем, кто сейчас нас смотрит. Это может быть какая-то приятность, это может быть ужин с тобой, это может быть что-то очень необычное, все, что ты хочешь. Вот сейчас подари твоим новым подписчикам, нашим зрителям, подари им что-то, что может качественно трансформировать их жизнь, чтобы они почувствовали, какое изменение ты несешь в жизни людей. Ну, самое ценное, конечно, самый ценный ресурс в нашей жизни – это время, это та валюта, которая не возвращается. И я знаю, что это очень много, много людей хотели бы мои личные сессии и действительно пишут. Она стоит недешево, у меня личные сессии стоят 25 тысяч рублей в час, поэтому я готова для вашей аудитории сделать такой подарок, полчаса личной сессии, но для того, чтобы они чувствовали ценность, нужно сделать действие, потому что это всегда энергия. Когда мы не делаем действия, мы не получаем результата, поэтому, пожалуйста, зайдите в мой инстаграм, marie.com напишите под последним постом, какая ваша мечта на данный момент жизни или какая у вас сейчас цель, над которой вы работаете. И на индивидуальной сессии я помогу вам приблизиться к вашей цели, к вашей мечте. Если вдруг вы сидите в офисе и вы в каком-то стрессе, или вдруг вы плохо себя даже почувствовали, можно внутренне перевести фокус вашего внимания во внутреннее пространство. Да, просто сесть ровненько с прямой спиной и сделать глубокий вдох. И когда мы делаем глубокий вдох, у нас расширяется живот и по волне поднимается грудина. И вдох мы делаем через нос. И потом мы делаем задержку, как бы трансформируя немножечко все те вот ту бурю эмоций, которые у нас там внутри есть. И мы делаем резкий выдох через рот. И вот этот вот выдох, он очищающий, он как будто бы вот вычищает вот эту вот эмоцию, которая внутри сейчас там может быть разъедает, может быть беспокоит. И попробуйте вот таких сделать 10 раз. Вот внутренне наполняться, когда мы делаем вдох, у нас раздевается животик, поднимается грудина, свежая прана поступает в тело. Вы просто даже это чувствуете, как вы наполняетесь. Подключайте эту визуализацию праны. Очень хорошо визуализация работает. На задержке мы ее трансформируем. Сидим, держим, стараемся держать минутку. Поначалу у вас будет 20 секунд, потом 40, потом вы будете держать минутку. И вот в эту минутку, когда вы держите задержку, постарайтесь попадать в пространство пустоты и тишины, избегая мыслей, избегая всего-всего, просто в неподвижности, в пустоте и тишине. Трансформация произошла, эмоции, сейчас нам надо просто очиститься. Выдох. Резкий выдох. Можно помогать ручками сбрасывать вот это напряжение. Просто вот это дыхание, когда вы хотите взбодриться, немножко что-то отпустить. Спасибо огромное, Маша, это было потрясающе. Это невероятные инсайты. И ты вообще человек с удивительной энергетикой, человек с удивительным посылом и человек, который реально способен менять жизни людей. Вот есть такие люди, которые не просто проходят мимо тебя, у которых останавливается твой взгляд, останавливается твоя душа. И ты прямо чувствуешь, что этот человек, что ты можешь что-то от него взять, что-то ему дать, и тебе хочется, чтобы он был в твоей жизни. Благодарю от души, благодарю тебя, за что ты меня пригласила на интервью. Я благодарю Диму и Сережу за то, что они создали акселератор, потому что это просто какое-то чудо. У меня в жизни произошло чудо, потому что у меня был акселератор, и я всем говорю, что я нашла свое предназначение на уроке ниши в акселераторе, благодаря Сереже, который сказал, не иди в криптовалюту в том числе. Да, и я благодарю всю команду Акселя, которая делает это для нас возможным, делает для нас возможной нашу новую жизнь. Спасибо вам от души. Желаем всем найти свое предназначение. Ищите, дерзайте, стремитесь, найдите себя, наполняйтесь энергией, энергия жизни. Да. И смотри, как я вам. Спасибо. Спасибо всем. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео, оставляйте лайки и комментарии. Мы ждем ваших вопросов про онлайн-образование и онлайн-бизнес. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok